Как создать якорное меню в Elementor на WordPress? Данное меню будет прокручивать по странице до нужных блоков. Подробнее в этом видео. Итак, мы с вами подобрались к созданию якорного меню. Давайте сразу приступим к созданию такого меню. То есть наше меню основывается на тех блоках, которые у нас присутствуют. Или же мы выводим пункты меню к самым главным блокам. Потому что блоков экранов на нашем сайте может быть больше. Но не обязательно менюшки прокрутки делать ко всем. Только к самым важным. Переходим в админку нашего сайта. И сначала нам нужно это меню создать в ядре WordPress. Нажимаем «Выйти в консоль». Здесь мы с вами переходим. Внешний вид. Далее меню. Здесь у нас есть уже одно меню. Это наши страницы. Пускай оно здесь так и остается. Давайте создадим второе меню. Здесь вы видите ссылку «Отредактируйте меню ниже» или «Создайте новое меню». Нажимаем «Создать новое меню». По-английски я назову «Меню 2». «Создать меню». И теперь вот здесь мы можем переключаться между первым и вторым. Выбрать. То есть показывается наше оригинальное меню. А мы делаем меню для якорного меню. Для, по сути, главной страницы. Меню делается таким образом. Нам нужны произвольные ссылки. Вот именно этот. Только этот. Выбираем здесь. Текст ссылки. Первый пункт у меня. «Почему мы?» И чтобы у нас прокручивали эти пункты, вот вместо URL, вот этот HTTP вы удаляете, надо английскими буквами, можете через переводчик Яндекса перевести, например, «Почему мы?» Или просто вот я поставил две буквы. Но обязательно имейте в виду только английские буквы и обязательно начально доставить решетку. Обязательно. Сразу проставляем. Добавить в меню. Вот здесь у нас это появилось. Создаем следующий. Дальше у нас идет «Продукция». Если мы посмотрим, здесь вот у нас второй пункт меню «Продукция». URL я ставлю, обратите внимание, решетка «Продукт» английскими буквами. «Добавить». И дальше я не вижу смысла показывать. Вы наполняете оставшиеся пункты меню по аналогии. Но только помните, вы добавляете только произвольную ссылку. И не забывайте вот здесь вот английскими буквами URL и в начале обязательно решетку. Итак, после того, как вы все заполните, вы видите, я проставил оставшиеся пункты меню, не забываем нажать вот здесь вот «Сохранить меню». Теперь мы добавляем новый плагин. Чтобы наше меню хорошо вывести без проблем и настроить в Elementor, нам потребуется специальный плагин. В самом начале мини-сериала я говорил, какие плагины будут нужны. Поэтому мы с вами переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска репозитория мы ставим «Nev» в меню «Add-down for Elementor». Вот находим единственный, тот самый, который нам нужен, плагин. Нажимаем «Установить». После этого мы нажимаем «Активировать». Как только мы активируем плагин, данный плагин внедряется, так сказать, в сам Elementor. Давайте посмотрим. То есть там добавляются в нашу левую колонку дополнительные новые плагины. Мы с вами переходим к странице. Далее наша страница «Редактировать в Elementor». Прокручиваем чуть ниже. Находим новый блок «Head Elementor». Вот дополнительные 5 плагинов. Они как раз идут от этого нового плагина. Но нам потребуется лишь один. Это вот этот «Defalna» в меню. Мы также левой кнопкой мыши его перетягиваем в нашу подготовленную область для нашего меню. Чтобы меню здесь отобразилось, вот здесь вот настройки у нас теперь показываются данного меню. Мы здесь должны выбрать наш меню. Вы помните, мы создали для наших пунктов меню меню 2. Вот мы его здесь выбираем. И вы видите, оно уже здесь у нас отображается. Если мы на этом уровне с вами сохранимся, пойдем на сайт, обновимся, то у нас с вами ничего не будет. У нас только выводится меню, но оно по клику никуда не прокручивает. Чтобы оно прокручивало, нам нужно к каждой секции привязать специальный якорь. Данный плагин есть в составе самого элемента. Давайте это и сделаем. Находим, вот он, якорь меню. Его надо размещать прямо в самом верху, то есть в шапке каждого экрана. Скажем, верхний экран нам здесь якорь не нужен, а вот почему мы наш первый пункт прокручивают ко второму блоку. Поэтому я перетаскиваю якорь прямо выше заголовка. Пускай вас не смущает, что здесь появляется он, на самом деле на сайте его видно не будет. И вот как раз таки здесь, в этом якоре, вот его настройки, нам необходимо прописать абсолютно тот же параметр, который мы проставляли к меню. То есть если мы посмотрим в меню, который мы только что с вами создали, раскроем, почему мы. Вот именно то, что мы списали в URL, обязательно, один в один, но только без решетки. Абсолютно тот же самый параметр. Мы должны проставить вот сюда. Давайте проверим сразу, работает ли. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. Нажимаю, почему мы. Вы видите, без проблем, прокручивает, почему мы. И давайте то же самое проделаем для других пунктов. То есть, продукция. Находим якорь. Размещаем выше заголовка. Смотрим меню продукция. У нас вот такой вот параметр. Размещаем в ID якоре. И давайте его еще проверим. Обновили страницу. Продукция. Пожалуйста. Вы все видите, все работает. Опять же, я видео ставлю на паузу. Проставляю для оставшихся пунктов якоря. Вы делайте то же самое по аналогии. Итак, я все якоря проставил. Вы видите, у меня все работает. Отзывы. У нас все работает. Нам осталось разобраться с дизайном. Смотрите. Если у нас с вами шапка белая, нам надо вот эту подложку синюю также изменить. Возвращаемся с вами в настройки данного плагина. То есть кликаем по карандашку. Здесь также можно настроить дизайн. Переходим с вами в стиль. На F-бэкграунд. Видите, темный синий. Я просто выбираю белый. Это у нас была заливка. Но у нас еще есть сами кнопки. Они у нас синие. Это link color. У нас они синие. При наведении вот у меня по цвету моего дизайна фиолетовый. Соответственно, link color я делаю. Вот они у меня синие. И вот link color надо было написать здесь еще hover. То есть при наведении. Я выставил фиолетовый. И вот вы видите, они теперь фиолетовые. Давайте прямо на сайте. Как было. Вот у нас при наведении. Только у нас почему-то буковки тоненькие. Давайте посмотрим типографику. Типография в самом низу у нас. Кликаем по карандашу. Я здесь выбираю свой шрифт. У меня это робота. Если буковки все равно маленькие. Также вот здесь вот насыщенность. Попробуйте поставить болт. Обновить. Это должно быть пожирнее. Вот они сейчас. Такого же толщины, как мне и хотелось. Пункты меню. Все, у нас с вами меню полностью готово. Я вас и поздравляю. Да, мы с вами еще не разобрали мобильное меню. Вообще нужно оно или нет. Об этом еще поговорим, когда дойдем до этого видео. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Вы можете прямо сейчас переходить к просмотру следующего видео, где я покажу, как делать липкое меню или стики меню. При прокрутке меню прилипает к верхушке браузера и остается всегда видимым, что может привести к дополнительной конверсии вашего сайта.